На месте будущей Софийской набережной вместе со строителями продолжают работать археологи. Исследования уже можно назвать сенсационными. Открытия продолжаются. Репортаж Натальи Хмельевой. Нашли несколько видов украшений. Например, шумящая подвеска, конек, а есть еще такие персни. Украшения писала для берестяных грамот, сами грамоты, ключи. Все это радостные, но уже в какой-то мере привычные артефакты. Однако, раскоп Дмитриевский 3 разошелся не на шутку. Балуя археологов уникальными предметами. Самой волнующей находки из сферы корабельной, ну или рыбацкой. Например, одних только поплавков здесь нашли уже несколько штук. И один оригинальный другого. Первый раз я такое вижу. Он вообще открывается как книжечка. Мы его так и назвали, поплавок-книжечка. Но это наше название, да, вот видите. И было бы хорошо, если бы здесь что-то было написано в городцами, но ничего не написали. А как вы поняли, что это поплавок? Может быть, это книжка? Может быть, это нет, но это поплавок, потому что у него стандартная форма. Они уже достаточно хорошо изучены, эти предметы. А вот другие еще только предстоит изучить. Хотя один из них уже приводит археологов в настоящий восторг. И на самом деле не без причины. А это уникальная находка 15 века. Пеньковый канат и такого размера на новгородских раскопах не находили никогда. А тут целая бухта, которая очень скоро отправится в музей. Никто не видит. Какая древность. Трогать можно, а вот пересушивать нет. Такие реликвии нужно держать влажными, чтобы не разрушались. Ну а пока канат ждет делегацию из музея, участники раскопок делятся воспоминаниями. Рассказывать трудностей было немало. Аккуратно извлечь такую хрупкую громадину оказалось непросто. Как и поверить в саму находку, ведь до этого археологам попадались лишь обрывки веревок. Мы подумали с напарником, что это всего лишь небольшая часть. Но продвигаясь все дальше и дальше по этому квадрату, мы понимали, что веревка не заканчивается. И в итоге мы вышли на два таких огромных каната. Защищать такие вещи всегда достаточно волнительно, потому что сразу было обозначено, что вещь уникальная. И теперь ей прямая дорога на реставрацию и в музей. А археологи тем временем продолжают копать и перебирать пласты новгородской истории. Время поджимает. Уже через неделю раскопки нужно завершать. Ведь строительство набережной, а в этом месте должен появиться сухой фонтан, не ждет. Но будем надеяться, даже одна неделя успеет преподнести ученым сюрпризы. Куда ж без них на этой древней земле. Наталья Хмелева, Андрей Константинов. Новости. Новгородское областное телевидение.